Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Девочки, сегодня я вместе с вами хочу сделать свой ежедневный макияж. Что-то я вся лохматая, ну ладно. У нас на улице очень похолодало. У нас градусы, представляете, вообще кошмар. Тональная основа. У меня нанесен только крем, но мой уход... Сейчас я буду использовать вот такой кремушек от Lancome. Я вам, давайте, чтобы видео было максимально информативное, постараюсь оставить ссылки на все продукты, если таковы и найду, внизу в инфобоксе, чтобы было более понятно. И номера оттенков, которые я использую, я тоже вам оставлю внизу в инфобоксе. Это тон 0,10 у меня. Вот такая тональная основа. У меня ее осталось уже меньше половины, наверное, где-то вот столько. Да, вот столько осталось. Мне очень нравится. Она делает матовую такую кожу, но такую здоровую матовую. Ну, не совсем матовую, на самом деле. Вот, ну, в общем, мне очень-очень нравится. Наношу я ее кисточкой вот такой от Бобби Браун. Она у меня же тут видавшие виды. Ее давали подарок при покупке каких-то продуктов от Бобби Браун. Нашу на руку, потом кисточкой на лицо. И, в общем, она у меня стала уже вылезать. И такая уже, в общем... Ну, она мне нравится, она прикольная. Но, не знаю, я бы такую не купила, короче. Я бы купила что-нибудь по бюджетному, наверное. Вот. Так что наносим, распределяем. И, наверное, с вами еще немножко поболтаем. Вот. У нас сегодня пятница. Сегодня последний день, когда у меня сын и старший, и младший мои сыночки идут в садик, в школу. Я буду смотреть тут в зеркальце, чтобы было. Поэтому я буду делать обычный свой макияж. Я наношу эту тональную основу вообще на все-все лицо, на шею, вот сюда на ушки распределяю, чтобы у меня было... Имеет легкое такое достаточно покрытие, какие-то высыпания и тому подобное. Не перекрывает. То есть нужно пользоваться такое... Не суперлегкое покрытие. Я люблю еще легче покрытие. Здесь такое средненькое, я бы сказала. Так вот, сегодня пятница. И сегодня последний день. Поэтому мне нужно съездить сейчас в магазин Оби. Потому что у меня детки очень-очень уже устали. Я знаю, что недели две они у меня точно будут сидеть дома. Никуда не захотят, не выходить, ничего. И я, соответственно, тоже... У меня очень много скопилось домашних дел сейчас, так как огород туда-сюда и всякое такое. И очень много надо чего дома сделать. Буду использовать для бровей вот такую. Это Анастасия Беверли-Хиллз. Покупала тоже на iHerb. Ну, тоже вам ссылочку оставлю. У меня вот такие вот оттенки темные. Я использую самый темный оттенок. Брови. Были вопросы по поводу бровей. Это мои брови. Вот видите? Это мои черные волоски. У меня и ресницы тоже. В том числе, как вы видите, черные. Я не окрашиваю ни ресницы, ни брови. И форма бровей. Это тоже моя натуральная. Я просто выщипываю только вот здесь вот. Вот в этой области. Здесь у меня в разных... В разнобой вот так вот растут волоски. Больше ничего не выщипываю. Ни сверху, ни снизу, нигде. Только вот в этой области. И волоски достаточно длинные. Можно там осветлить, их окрашивать, осветлять. Можно там стричь, выщипывать и так далее. Я ничего этого делать не хочу, потому что я, как и многие, наверное, 90-е, начало 2000-х, когда там были модные вот эти тоненькие брови, я была в жутком не тренде тогда. Потому что у меня брови были еще гуще, чем они сейчас есть. И тогда, конечно, у меня, видите, так слегка я просто заполняю там, где у меня есть пробелы, скажем так. Вот. Ну и продаю просто форму бровям. Вот эти тени очень нравятся от Анастасии Беверель Хиллз. Они держатся целый день, не смазываются, ничего с ними не происходит. Очень классные. Хорошо растушевываются такие. Ну, мне прям очень нравятся. Вот. Так что брови у меня свои. Просто заполняю пробелы, соответственно, чтобы они были более чуткие. Вот. Так что последние у меня денечки дети учатся. И у меня столько дел, на самом деле. Мне иногда пишут, Наталья, вы такая молодец, вы все успеваете. У меня столько дел дома накопилось. У меня сейчас там сзади бардак. У меня сейчас везде дома бардак, девочки. Вообще кошмар. И эта кисточка у меня сигма. Мне очень нравится. Прикольная кисточка. Вот. Так что... Так что сейчас недели две. Тихонько изучать. В общем, и он тоже у меня что-то такой весь. Все они, короче, вообще очень устали. Очень-очень. Поэтому я забрала всех пораньше. Вообще до 25-го учатся. Но они уже вчера сдали учебники. И уже, ну, что просто так ходить в школу. Вот. Уже учитель сказала, что можно, в принципе, не приходить последние два дня. Все равно мне особо ничего там делать не будут. Так будут болтаться. Я знаю, что сейчас дети у меня вообще никуда не захотят. Я им тут предлагала. Я говорю, пойдемте погуляем там. Ну, в смысле не по поселку, а съездим куда-то. У меня вообще дети никуда не хотят. Настолько устали. Настолько они, как бы, ну, короче, хотят сидеть дома. И, в общем, я на самом деле тоже. Я думаю, мне надо и кладовку разобрать, и морозильную камеру разморозить свою. У меня в кладовке такой технический холодильник есть. Его мне тоже нужно помыть. В общем, разморозить там. В общем, куча дел, на самом деле. Плюс еще огород. В огороде я посадила все. Я почти все. Так как у нас сейчас цветет черемуху и холодно, я только фасоль не посадила. У меня посадила одну, которая у меня в парнике. А вот в этом не посадила. Вот такие я делаю себе бровки. Кому-то нравятся мои брови, кому-то не нравятся. И вот такой гель от Фаберлик. У меня есть артикул 5259. Вот такой вот. Он у меня давно уже валяется. Я одно время им не пользовалась. Сейчас что-то начала пользоваться. Ну, неплохо фиксирует бровки. Такой неплохой. Я повторю себя. Он у меня уже практически закончился. Повторю от Фаберлик, потому что он бюджетненький. И при этом хорошо фиксирует бровки. Мне нравится. Значит, у меня есть вот такое средство. Это камуфляж от Катрис. Крем-камуфляж антишейдл. Вот такой вот. Он у меня тоже 100 лет в обед. Сейчас, когда кожа у меня подзагорит, даже если он у меня до конца не закончится, я его уже выброшу. Потому что он у меня уже, во-первых, очень-очень давно. Во-вторых, он очень плотный. Я его растушевываю тут по-всякому. Как таковых синяков нет. Но есть вот здесь вот сосудики, какие-то покраснения. Вот это вот все я убираю вот этим средством. Но очень плотный. Его надо хорошо растушевывать, чтобы он не был заметен на коже. Вот. Я беру вот такую кисточку. Это у меня кисть Зоева 142. Вот она такая пушистая. И как раз я все вот так распределяю. И подсушивает зимой. Подсушивает кожу. Ну, под глазками. В общем, я хотела купить себе какое-нибудь средство. Я имею в виду консилер, да? Консилер под глазки. Но потом нашла у себя вот это. И думаю, ну что я буду покупать. Надо это допользовать. А потом уже на осень себе что-нибудь купить. Потому что кожа сейчас все равно будет загорелая. И смысла нет. То есть, видите, я наношу очень-очень тоненьким слоем. И хорошенечко распределяю тоже на верхние века. Туда тоже наношу обязательно. Покраснее, где у меня обычно красная кожа становится. И вот сюда тоже. Эти блендеры у меня уже тоже видавшие виды. Это оригинальный. И им как раз я сейчас все буду распределять. Вот. Так что вот такие дела. Мне еще сегодня надо заехать в Оби. Не помню, сказала вам или нет. В Оби мне нужно заехать. Потому что... В общем, приезжала тут ко мне моя сестричка. А у меня сестричка огородник со стажем. Лет 20, наверное. Вот я сколько ее помню. Она все время ковырялась. Даже когда молоденькая была. Она очень любит у меня цветы. Очень любит животных. Причем всех. Пошла в мой парник и сказала, что моим помидорам чего-то не хватает. В общем, написала мне там, чего не хватает. Чего нужно купить. Вот. По мне так нормальные помидоры растут и растут себе. Вот. Она что-то там по листикам посмотрела. Сказала, что что-то там не хватает. В общем, покажу, что я куплю. И... Ну, это уже во влоге, да. Видите, распределяю. Хорошо он... Ну, я ношу тонким слоем. Он не сильно мне перекрывает. Но хорошо так подсвечивает, да. Такой более свежий вид под глаз. Кандаршик, который я покупала от Faberlic. Который я покупала для водной линии. Мне он не понравился. Потому что он отпечатывается. И он не сильно долго держится. На вот... Как бы не водной линии. В межресничном пространстве. На верхнее веко. Я его использую. Очень удобно его там использовать. Но он реально как-то отпечатывается. Размазывается. Попадает прямо в глаз мне. Те, кто носит линзы, например. Это вообще ужасно. Вот. То есть вот так вот между ресничками. Видите, он как растекается. Вот сюда вот. Ну, в общем, такой карандаш. Не очень. Палетка Naked 3 тоже у меня уже 100 лет. Я буду использовать вот этот. Видите, у меня вообще полностью закончился. Я сейчас буду использовать вот этот вот оттенок. Очень прикольный. Мне очень нравится розовый. Я вообще на себе люблю такие, ну, скажем так, розовые оттенки. На глазках они мне очень нравятся. Я буду наносить полностью на все веко. Такая у меня достаточно пушистая кисточка. Грязная, девочки. Но я извиняюсь. Надо помыть, кстати, тоже кисти. Тоже все некогда. У меня уже все абсолютно кисточки грязные. Я просто наношу на все, на все веко вот сюда вот эти тени. Мне очень нравится, как они выглядят. Такие розоватые. Ну, мне нравятся, в общем. Как-то светлые тени в последнее время я не очень люблю. Вот. Но я и не заморачиваюсь, не делаю, знаете, такой вот макияж глаз, который там 50 оттенков не наношу. Обычно два. Вот так я быстренько нанесла. Еще я беру вот такую совсем пушистую кисть. Это от марки Шик. Она мне, кстати, очень нравится. Вот эта кисточка. Вот этот оттенок темный. И буду наносить его в складку. Попутно все это дело растушевывать хорошенечко. Чтобы у меня не было вот таких вот переходов. Чтобы был просто плавный, такой плавный переход, скажем так. Вот. Но этот оттенок, он такой практически незаметный, я бы так сказала. Вот. Вам, кстати, нравится мне, когда я наношу вот эти тени. Меня часто спрашиваете, Наташа, что это у тебя такие за тени? Вот. Сейчас это Naked. До этого у меня были это тени от марки NYX. Но NYX мне не очень понравились. Они не очень хорошо держатся. Вот так вот у меня получается. Теперь я буду красить реснички моей любимой тушью от Faberlic. Которая мне безумно-безумно нравится. Еще, да. Тушь KIKO. Давно я ее не покупала. Вообще давно не делала заказ марки KIKO. Вот так вот она выглядит. Щеточка. Надо будет сделать. И, кстати, по поводу ресниц еще, да. Я всегда, когда крашу ресницы, я зеркало ставлю вот так вниз. Смотрю вниз и от корней вытягиваю реснички прямо вот как бы вверх. Вот так вот. Может быть, поэтому они у меня еще такие становятся объемные. Еще так делаю для того, чтобы не замазать тени. Хотя все равно иногда попадаю. Ну что, накрасила я реснички. Вот так вот они у меня получаются. То есть, мне кажется, они у меня вот так вот веером еще стоят. Потому что я их так крашу. То есть, я кисточку от самих корней и наверх. От самих корней и наверх. И получается, я уже, когда я крашу, я как бы их уже загибаю. И потом уже, ну, как бы раскладываю, да, самой кисточкой. То есть, от низа и вверх. То есть, от самих корней я их прокрашиваю. Поэтому они у меня, наверное, вот так и выглядят. И так они находятся у меня целый день. Я их не завиваю вот этой вот штучкой специальной. А теперь будем делать личко. Я немножечко снова вот это вот средство, катрис, камуфляж. Оно немножко как бы забивается вот сюда. Ну, в складочки, морщинки, да. Поэтому я еще раз распределяю спонжем. Вот. Я не припудриваю сразу тональную основу. Потому что я даю ей немножечко времени, ну, как бы усесться, скажем так, на своем лице. Кстати, вот этот Lancome, она не окисляется. Обычно вот эти Lancome'овские часто окисляются. Но, видимо, сейчас формулу может как-то поменяли. И они стали более-менее нормальными. Теперь будем делать коррекцию, которую я в последнее время стала делать. Потому что мне иногда пишут, что я толстая. Что у меня щеки очень толстые. Вот такая вот у меня есть палетка. Это Yves Saint Laurent. Такая тут вот. Это у меня первый оттенок. Я ее купила, когда она только вышла. Вот эта, на самом деле, не буду ее повторять. Несмотря на то, что мне нравится сам вот этот корректор. Он сухой. Но я хочу, во-первых, в стике. То есть я хочу как бы жидкий такой вариант. Да, кремовый вариант, правильно сказать. Это первое. А во-вторых, здесь два продукта. Вот этот такой бесполезный продукт. Потому что он, это как бы считается хайлайтер. Но он как какая-то пудра. Он мало, мало подсвечивает. Практически не заметен. Но я его, кстати, вот это средство тоже использую. Если использовать в качестве тени, то он скатывается на верхнем веке. И я делаю такую легкую коррекцию. Почему я не делаю сильную коррекцию? Хотя мне нужно это делать. Потому что у меня такое достаточно кругленькое личико. Потому что я не люблю, когда это очень заметно. Знаете, бывает, идешь по улице, идет девочка. У него такая коричневая полоса вот здесь. Либо плохо растушеванный, либо неправильно подобранный. Наверное, может быть, оттенок как-то так. В общем, я здесь вот немножечко так вот скулу совсем чуть-чуть делаю. Вот такой кисточкой. Я извиняюсь, у меня все кисти грязные надо помыть. Это Real Techniques. Я заказывала набором на iHerb. Но у iHerb уже нет таких наборов. Ножечко я беру на носик. Так же вот этой кисточкой. Буквально чуть-чуть. Практически незаметно, чтобы так вот было макияж у меня дневной. И вот сюда. Чтобы не было 50 подбородков. Я потом вам, девочки, вот сейчас уже съезжу. У меня, получается, такие влоги. Сейчас в основном покупки. Какие-то поездки. Последнее время я смотрю, выпускаю. Но я специально ничего не готовлю, не делаю. Не подготавливаюсь никак специально. Снимаю то, как у меня есть. Сейчас вот как раз засядем дома, потому что мои дети никуда не хотят ходить. Вот этот светлый оттенок я как раз использую как бы как не как хайлайтер, как немножко высветлить вот зону, да, той же кисточкой, что я и наносила вот сюда под глазки. Вот сюда на носик наношу. Немножко как бы матируют даже вот сюда наношу. Вот так. Вот. И потом засядем, в общем, на две недели дома. Я как раз сниму вам про огород, про то, что мы тут дома делаем. Муж у меня тут что творит, хулиганчит. Я бы так это назвала. Вот. Все вам обязательно покажу, поснимаю как раз и сейчас. Сейчас вот снова сейчас поеду и хочу как раз снять влог с покупками обе. Вам тоже нравятся покупки обе. Не знаю, обе поснимаю или нет. В общем, я вот так вот делаю. Ну, как типа пудрой такой, да, высветляющей немножко использую. Сюда тоже наношу. Чтобы у меня так вот было. Визажисты не претендую. Я далека от этого, но макияж делаю. Так. Теперь я беру свою новиночку. Это, кто видел распаковку с L'Etoile, это Guerlain. Вот этот бронзер. Очень мне нравится. Мне кажется, когда кожа будет загорелая, можно будет наносить на все лицо в качестве пудры. И я как бы растушевываю. Вот сюда обязательно наношу. Он такой очень легкий, очень такой деликатный. Блестки незаметны на лице. Он такой, ну, прям классное, классное средство. Действительно, Guerlain в этом плане как бы вообще молодцы на самом деле. Девочка, конечно, вот эта тоже от Guerlain. Она обалденная, девочки. Нисколько не пожалела, что купила себе эту кисточку. Прям с огромным удовольствием пользуюсь. Немножко сюда. И немножко я вот сюда наношу. Так как он такой деликатный, то вообще отлично. У меня уже тут немножко сгорело, пока в огороде работала. Но у нас сейчас похолодало, как я уже сказала. Румяна. Обязательно румяна. Без румян я вообще никуда. Тоже моя новиночка. Это Armani, да. Вот. Очень мне нравятся. Они прикольно освежают. Держатся целый день. Никуда не пропадают. Ничего с ними не происходит. Такие прям вообще супер. Мне кажется, можно и на губки их наносить. И я их вот так пальчиками распределяю. Очень они такие... Ну, прям классный румянец. Получается, как вот натуральный румянец. А не как что-то такое напудрено. Чуть-чуть сюда на носик тоже наношу их. И вот так вот у меня... Вот так вот я прямо нарумянилась. Красота, да. Вот. И теперь поверх этих румян я буду использовать одну палетку, которую я вам не могу рекомендовать. Пигментация здесь нулевая. Майкап революшн, да. Вот так вот она называется. Вот такие вот оттенки. Они... Вот этот оттенок вообще кирпичный. Непонятно для чего. Вот этот хорошо в качестве бронзера. Но герлен намного лучше. Поэтому я не знаю, буду даже я им пользоваться или нет. Вот это супер-мега-блестки. Здесь даже видно. Я наше свочи делать сейчас не буду. А то я буду просто вся в блестках. Здесь то же самое. Вот этот оттенок вообще бледный. Непонятно для чего. Даже на супер-бледную кожу он не дает румянца. Не дает как бы хайлайтера тоже. Здесь он такой... Ну вот этот рыжий. На совсем загорелую кожу можно в качестве хайлайтера. Обычно, когда кожа загорелая, я использую вот этот хайлайтер. Но иногда, конечно, вот этот. И вот здесь вот такие розовые а-ля румяна. На самом деле это хайлайтер, я бы так сказала. Вообще, по идее, должны быть румяны. Я наношу такой кисточкой Real Techniques. И наношу как бы вот сюда. Видите, придает... Просто придает блеск. Но наносить точечно невозможно. Потому что будут прямо заметные блестки. И вот так я как бы делаю. Немножечко подсвечиваю лицо. Потому что у меня кожа сухая. И вот этот блеск, который у меня сейчас есть, он у меня потом пройдет. Такой легкий хайлайтер использую. Больше не куплю. Посоветовать тоже не могу. Потому что пигментация вообще... То есть для того, чтобы появился румянец вот с этими румянами, надо прямо реально вот так вот тереть, тереть, тереть. И непонятно, что происходит. И макияж я буду закреплять. У меня на сноре такой бардак. Я вам клянусь. Вообще. Причем я вам сейчас всю брошу вот так вот и побегу. Потому что время уже... Время уже у меня поджимает. Вот. Метеорит от Герлен. У меня вот такая версия. Вот такая. Их у меня тут уже где-то половина осталась. Кисточка Реал Техникс. Очень хочу кисточку Герленовскую. Вот эту розовую. Надо будет как-нибудь разориться и себе ее купить. Я закрепляю макияж. Макияж вот этими метеоритами. Что они делают? Они просто закрепляют макияж. Макияж легкий, легкой такой вуалию. И как бы немножечко как фотошоп от личика. Мне очень нравится эффект от метеоритов. Я не знаю, лучше для меня пудры нет. Хотя, кстати, хочу там одну пудрочку себе еще купить. Немножко как бы растушевывают еще границы, если где-то что-то переборщило. Но смотрите, на одну половину лица я нанесла, да. И другая половина. Видите, он получается как такой немножко сглаженный отфотошопленный эффект. И при этом кожа не матовая. Вот так вот я делаю. Все закрепляю. Вот таким образом. Вот смотрите. Не знаю, есть разница или нет, но я вижу разницу. Поэтому мне очень нравятся как бы сглаженные границы. Вот, поэтому я люблю метеориты. Я знаю, что есть люди, которые так и не подружились с метеоритами. Я когда первые свои метеориты купила, еще вот такой жестяной баночки. У меня был, по-моему, второй оттенок. Я тоже их не поняла. Думала, что за история. Какие-то блестки еще непонятные. Но потом как-то начала пользоваться, потому что купила. И, ну, как-то стала замечать разницу. И мне вообще они очень нравятся. Не знаю. Реально личико такое становится более свежее, более сглаженное, что ли. Да? Мне очень нравится. Надеюсь, видео не получится большим. Но я там подобрежу, если что, что-то. И на губы буду наносить вот эту любимейшую в последнее время помадку, которая подсушивает немножко губки. 842-й у меня оттенок. Это L'Oreal. Что нанесла на губки помаду? Вот так вот она выглядит. Она визуально увеличивает губы. Губы становятся очень такие пухленькими, такими прям... Ну, мне нравится на самом деле. Единственное, что жалко, она подсушивает зимой. Вообще она жутко сушит. Против того, что я прям вот так вот кожу сухую снимаю с губ. Поэтому использую летом. И вот сейчас весной. Вообще супер. Так что вот такой вот у меня получается макияж. Тут вот макияж, который вы обычно видите на мне в моих видео. Я делаю макияж каждый день, вне зависимости от того, еду я куда-то или нет. Я вот накрасилась, собралась, и настроение уже у меня отлично. Так что на сегодня буду с вами прощаться. Надеюсь, понравилось. Такое видео было для вас полезным и интересным. Продукты, которые я использовала, я вам оставила внизу в инфобоксе. Кому интересно, приходите, смотрите. И ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч.